Почему пьют меньше в Москве и Питере, чем во всех остальных городах, я могу только предполагать. Все-таки это главные мегаполисы страны, где сконцентрированы все возможности, все деньги, все мечты. Это плохо. Это хорошо для мегаполисов, потому что они всасывают в себя мозги, энергию людей, приезжающих сюда. И плохо, конечно, для всей остальной страны, потому что, естественно, оттуда это все уходит. Но, видимо, действительно, ритм в этих городах такой жесткий. Условия выживания практически сопоставимы с джунглями, что людям просто не до этого. Они заняты борьбой. А в провинциях, особенно там, где жизнь не очень кипит, видимо, социальные факторы перевешивают. Вообще проблема, конечно, колоссально сложная. Я слышал рассуждения о том, что отчасти склонность к пьянству определяется структурой питания. И, кстати, от наркомании тоже. Что вот есть в структуре питания недостаток каких-то элементов, которые толкают человека, в том числе, и на эту дорожку. Боюсь, что я ничего особенно умного не скажу. Я понимаю, что это, конечно, повышение уровня жизни. Это, конечно, перераспределение вот этих центров денег, энергии, силы в провинцию. Это, конечно, умная пропаганда, которая не сводится к дурацким запретам показывать рекламу пива на телевидении. К дурацким запретам, повторяю, потому что ни разу в моей жизни не было, чтобы я посмотрел рекламу и сказал, ой, пойду-ка, что-то вот я хочу вот это выпить. Решение принимается не таким образом. С другой стороны, вот ограничительные меры по типу Северной Европы мне нравится, когда алкоголь можно покупать не 24 часа в сутки, а там строго отведенное время. Кстати говоря, Пахлебкин, который исследовал эту тему, он уверяет, что все этапы развития России совпадали с введением монополии государства на производство и торговлю спиртным. И как только эта монополия отменялась, начинался период упадка. Я бы при всем своем либерализме введение монополии государства на торговлю и продажу спиртным поддержал.